Вечер на Думской. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Продолжаем говорить о том, что Украина высылает 13 российских дипломатов. Пообщаемся с Юрием Котляревским, социальным психологом. Приветствуем вас, Юрий. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну и, конечно же, в связи с этой темой, достаточно резонансной, мы проводим опрос, в котором вы также можете принять участие. Совсем скоро мы будем подводить итоги. Звучит он так. Поддерживаете ли вы высылку российских дипломатов? И три варианта ответа. Это правильно. Нет. И нужно было делать это раньше. Как вы думаете? Ну, я думаю, что поскольку мировое сообщество, весь цивилизованный мир, уже поставил Россию в определенную позицию. 22 страны. 22 страны. Украина должна была это сделать. Во-первых. Во-вторых, Россия страна-агрессор, это признано. Значит, поэтому этот шаг, он предусматривался. Было бы глупо его не делать. Другое дело, что, скорее всего, Россия тут же сделает аналогичный, симметричный ход. И снова, и точно такое же число, то есть 13 украинских дипломатов, скорее всего, в ближайшее время будут высланы из Москвы. Почему это плохо? Слушаем, прямо сейчас давайте услышим мнение вашего коллеги-политолог, находится на телефонной связи, Руслан Бортник. Добрый вечер, Руслан. Здравствуйте, коллеги. А как вы считаете, будет ли симметричный шаг Российской Федерации? И, возможно, в скором времени мы услышим, что 13 украинских дипломатов возвращает СРФ в Украину. Я думаю, что он неизбежен, хотя эти шаги взаимные и симметричные, они, по большому счету, ничего не меняют. Ведь речь не идет о сокращении дипломатического или консульского персонала, а просто замене одних людей на других. То есть 13 Ивановых, Сидоровых, Петровых, Одних поменяют на других 13 Ивановых, Петровых, Сидоровых. Это замена в Украине произойдет или это высылка? Это высылка одних без сокращения дипломатического персонала. То есть вместо них приедут другие. Так все страны принимали. Такое решение принято даже в Британии. А что это значит тогда? Это политический знак, это больше символ недоверия конкретным людям в политике того или иного государства. При том, что хочу обратить внимание, что дипломатического персонала России в Украине больше, нежели у украинского в России. И, соответственно, условно говоря, симметричное высылание по 13 дипломатам в большей мере, наверное, нарушит работу нашего дипломатического ведомства. На какое-то время, пока не приедут новые. Кто пострадает от этого, на ваш взгляд? Ну, наверное, какие-то консульские функции пострадают. Вот вопросы гражданства, вопросы правовой поддержки у украинцев, проживающих в России. Ну, это будет ситуативный, ну, это будет временный сбой. Ну, буквально на пару месяцев. Я все же думаю, что наша власть пошла на этот шаг даже не из солидарности, а с целью избежать информационного кризиса. Потому что, когда западные страны приняли такое решение, в Украине тоже в обществе участие, в обществе возник вопрос, а где Украина, почему мы этого не сделали. И чтобы избежать столкновения с правами, избежать критики со стороны украинских правов, я думаю, поэтому, мне кажется, власть пошла на такой шаг, который она изначально не планировала. Если бы все-таки страна наша не пошла на этот шаг, какие бы нас ожидали последствия? Мы бы завтра увидели бы дружины, корпусы, и же с ними, где-то под администрацией президента, митингующие и клеймящие зраду со стороны власти. Мы увидели бы политический перформанс, который давит на рейтинги власти. То есть, такой поступок вы оцениваете как возможность избежать определенного давления внутри страны и со стороны западных партнеров при случае? Да, да, это политтехнологические приемы. Но ничего, по сути, не изменится глобально? Не глобально ни на что не повлияет. В принципе, если бы Украина инициировала этот процесс, и этот процесс поддержали страны в мире, это была бы, наверное, какая-то такая дипломатическая победа маленькая. Но поскольку мы здесь просто доигрываем чужую игру, то вряд ли. Услышали вас, спасибо большое, политолог Руслан Бортник был на телефонной связи. Вы согласны со всем? Абсолютно. То есть, это буквально на какое-то время? Одни уехали? Ну как, обменялись ударами дипломатическими. То есть, говоря дипломатическим языком, вежливым, сказали, ты мне не нравишься, ставлю тебя на вид. Говорят, ну они ответят, а ты мне тоже не нравишься, я тебе тем же отвечаю. На самом деле, демонстрация взаимной неприязни, это как бы обычный код взаимодействия. Ну а формулировка, все-таки доигрываем чужую игру, но она какая-то не очень приятная. Ну почему чужую? Почему она чужая, если по нашей территории топчется тысячи... Ну не мы же инициировали, мы говорим о флешмобе, высылке дипломатов. Да, но при этом это происходит в условиях горячей войны. Правильно. Гибнут люди, приезжают раненые, это же все продолжается, это же не отдельная акция. Она встроена в контекст, который, к сожалению, касается вообще жизни и здоровья наших ребят. Тогда по логике Украины должна была такой процесс инициировать по всему миру, а мы подхватили Британии процесс. Ну я не знаю, могло быть и наоборот. На самом деле Британия возмутилась этим наглым убийством человеков на своей земле и просто породила целый ряд, целую волну последствий. Если все-таки на этот период мы на самом деле не совсем понимаем, сколько времени не будет российских дипломатов на территории Украины, которые, собственно, вот сейчас вернутся в Россию, и будет ли вообще синхронное поведение Российской Федерации. Однако, если все-таки предположить такой сценарий, часть украинских дипломатов приедут. Потеряют поддержку заключенные и, возможно, правовую поддержку? Скажем, так могут потерять. Могут потерять. На самом деле есть функции, которые можно дублировать, можно поднапрячивать тех, кто остался. То есть не в этом вроде бы дело. Дело в том, что это продолжение войны другими способами. Вообще говоря, мы знаем, что высылка дипломатов и возвращение дипкорпуса обычно производится в период, когда готовится война горячая. Мы это знаем. То есть этот язык, на самом деле, говорит о языке иносказаний с высылкой, говорит о том, что перспектива развития этих отношений достаточно печальная. Может перерасти в очень неприятную и, главное, неуправляемую фазу. То есть гибридность эта, на самом деле, начинает немножко меняться. Оставаясь гибридной, она становится более остросюжетной. Как в комментарии получили обратный со стороны Российской Федерации, недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло. Явно не будет способна нормализация отношений между ними. Ну, то есть диалог не продолжится, они не поставят нужное количество этих самых систем залпового огня и перестанут стрелять по нашим населенным пунктам. Не перестанут. А это значит, что это очередная дипломатическая, ну, как бы, гримаса. К нашему диалогу предлагаю, Юрий, присоединить еще одного политолога. Сергей Таран у нас на телефонной связи. Сергей, приветствуем вас. Здравствуйте. Как вы оцениваете такой шаг решения Украины высылать российских дипломатов? Ну, прежде всего, нужно отметить, что с самого начала, еще до теракта в Лондоне, дипломатические отношения между Украиной и Россией были на очень низком уровне. У нас нет там посла, российского посла нет у нас. И, по сути, тот дипломатический корпус, который существовал от Украины в России, нужен был только для двух вещей. Прежде всего, это поддержание контактов с нашими политзаключенными, которые пребывают на территории Российской Федерации. А второе, ну, не нужно забывать, что очень много украинцев, к сожалению, до сих пор работает на территории России. Им, наверное, иногда нужна консульская поддержка. Ну, вот это был уже низкий уровень нашего сотрудничества в дипломатической сфере, это мягко очень говоря. Но после того, как прошел теракт в Лондоне, мы еще более понизили уровень этого сотрудничества, продемонстрировав общность позиций с западными странами. Конечно же, это нужно было сделать, потому что, ну, если бы мы этого не сделали, то тогда бы чего стоили наши слова о украинских проблемах, в которых мы постоянно обращаемся к Западу. Поэтому такой общий фронт, на самом деле, он усиливает наши возможности, потому что теперь мы еще более не одни, мы еще со странами Запада общий фронт имеем против России. Сейчас это общность позиций, которая усилит наши позиции, в том числе и по освобождению наших политзаключенных. Ответный шаг со стороны Российской Федерации какой может быть, учитывая, что решение будет принимать единолично президент Российской Федерации? Я имею в виду ответный шаг в отношении украинской дипломатии. Ну, слушайте, ну хуже уже нет, понимаете. Россия оккупировала часть нашей территории, ведет войну. Куда будет хуже? Ну, хуже уже не может быть, в принципе. Россия исчерпала все возможности. Тем более, что если бы она могла реализовать худший сценарий, по полномасштабной агрессии в Украину, заходом, например, со стороны Харькова, Чернигово и Одессы, она бы его реализовала еще пару лет назад. Но тогда этот вариант не прошел, потому что украинцы встретили российских солдат с оружием в руках. И поэтому этот сценарий еще тогда не прошел. Сейчас больше, чем она организовала, она же не может организовать. Ну, разве что усилив террористическую деятельность в среднем стране, что, собственно говоря, она и делает. Хочетим мы вызывать российских дипломатов или не хотим. Поэтому этот шаг для Украины, прежде всего, нужен не для того, чтобы что-то доказать России, а он нужен для того, чтобы показать странам Запада, что мы имеем общий дипломатический фронт, у нас есть общие позиции, общая сценария. И вот, кстати, очень важно, почему, потому что вот этот шаг западной дипломатии, он будет очень серьезные материально-финансовые последствия для России. Потому что никто не будет на Западе даже пытаться поднимать вопрос о снятии санкций. А такие иногда многие европейцы находятся, которые это делают. Потому что сейчас уже, если кто-то будет говорить о снятии санкций, это уже не будет торговля ценностями за счет Украины. Это будет торговля суверенитетом Великобритании, членом нас. И вот для нас очень было важно, чтобы Запад это делал. Потому что для России отсутствие санкций, отсутствие снятия, прошу прощения, санкций, будет означать конкретные потери миллиардов для российской экономики. А снова-таки это, в свою очередь, усиливает наши возможности по давлению на Россию и по освобождению наших заводников. Вы можете припомнить случаи в мировой истории, когда бы против одной страны высказывались именно в таком виде сразу такое количество стран, а именно на данный момент их уже 22? Но такого не было, чтобы целая страна, вроде бы цивилизованная, вроде бы даже с ядерным оружием, с высокими технологиями, организовывала тер-акт использования физического оружия Но они же все отрицают, вы же понимаете. На территории члена НАТО. Они, конечно, отрицают. Но тем странам, которые высылать начали российские дипломаты, им ничего доказать не надо, потому что есть факты очевидные. Это оружие разрабатывалось только в России. Поэтому, да, совершенно беспрецедентный акт со стороны Запада, но еще более беспрецедентный акт со стороны России. Чем чревата для Российской Федерации вся эта история? Ну, я уже говорил, это материальные потери. Потому что сейчас танцы будут продолжаться, и у России все меньше и меньше шансов даже попытаться их ослабить. А это довольно серьезно для российской экономики. Сейчас Россия загнана в глухой угол, и это очень опасный момент. Но мы должны понимать, что другого выхода нет. Потому что Россия понимает только из-за силы. Это кто думает, что с Россией можно договориться, как-то там как-то более лягко с ней повестись. Он должен понимать, что этим самым мы показываем свою слабость и как бы приглашаем агрессора дальше. Да, спасибо. Услышали вас. Сергей Таран, политолог, был у нас на телефонной связи. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, это может быть первым шагом разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией? Не первым. На самом деле, еще до решения вот этого, которое мы обсуждаем, Владимир Путин давал интервью, сказал, что... Вообще говоря, страшную вещь сказал. Он сказал, что планета, на которой нет России, не нужна вообще. То есть он будет шантажировать тотальной ядерной угрозой, тотальной войной в обмен на то, чтобы его признали за политически легитимного человека, с которым можно вести разговор. То есть на самом деле он торгует страхом, торгует угрозой войны. Паритета вооружений у нас никогда не было, а вот паритет страха у нас был. И, видимо, сейчас в военной гонке технических систем разного происхождения, значит, наступил тот самый момент, когда ситуацию нужно как в карточной игре вскрывать. И подальше Россия станет очень мощной и угрозы ее станут более эффективными. Значит, сейчас нужно игру вскрыть и поставить их перед ситуацией. Перестаньте нас шантажировать. Мы сильнее вас и сильнее намного. А какими средствами они будут пользоваться, вероятно, знают те, кто там сидит внутри этих самых штабов и так далее. Очевидно, что войска дяди Васи, ВДВ, которые демонстративно разбивают головой кирпичи, ситуацию не решат. Они говорят, что им нужно 15 минут, чтобы навести порядок во всем мире и так далее. Я думаю, что им нужно 15 минут, чтобы как следует залезть в гроб и забиться изнутри. И все-таки мы можем говорить о том, что, несмотря на то, что это не инициатива Украины, но, тем не менее, присоединившись к этой инициативе, Украина ступила отдельно и на свой путь разрыва дипломатических отношений. Ну, фактически это один из шагов. Дальше это просто разрыв. Но разрыв дипломатических отношений – это прямой путь конфронтации и усилению военного вмешательства в дела Украины. Тем более у Путина есть решение Госдумы, позволяющее ему ввести войска в Украину, уже ни с кем не советуюсь. Такой беспрецедентный правовой шаг сделан, и он зафиксирован как документ, который определяет отношения между государствами. И, кстати, по этому поводу я что-то не слышал большого возмущения. Как может сейчас себя вести Россия в отношении вот такого события? Ну, очевидно, как. Аркадий Гайдар когда-то написал о Господе Боже мой, что же это за такая страна, где даже самые маленькие дети знают самую главную тайну. Очевидно, что похвальство новыми видами вооружения, показы, демонстрации этих самых замечательных фильмов, которые опровергают законы физики. Вот, все это вместе взятое говорит о том, что Путин мечется, он зажат, но сейчас отпускать его и давать ему по тачку нельзя ни в коем случае. Хотя балансирование на грани войны и шантаж вооруженного вмешательства в дела Украины, этим Путин будет заниматься, ему больше делать нечего. У него просто нет других вариантов пути развития ситуации. Вхождение в конфронтацию, это дело куда более естественное и закономерное, чем выход из нее. Как из нее выходить будем, это серьезный, уже совсем другой вопрос. Предположений нет у вас, да? Что может произойти в отношениях Украины в ближайшее время? В 20 веке было две мировые войны, которые начинались в некотором смысле одинаково. Все участники понимали воронку, в которую всасываются. Все хотели ее избежать, и все в нее попали. В первом случае было более 10 миллионов жертв, в втором более 50 миллионов жертв. Кажется, мы идем на третий виток, который может оказаться, к сожалению, последним. Но, видимо, ждать дальнейшего усиления военного России, а Россия при нынешней популярности их президента пойдет на то, что вообще сядут просто на мель экономически, но вытянут вооруженную конфронтацию, вытянут паритет страха. Паритет страха – это ужасная вещь, которой сегодня Путин торгует. Услышали ваше мнение. Спасибо большое. Юрий Котлеревский, социальный психолог, был у нас в гостях. Подводим итоги голосования, итоги всего информационного дня. Поддерживаете ли вы высылку российских дипломатов? Именно так звучала тема нашего голосования и три варианта ответа. Это правильно. 38% из тех, кто принимали участие в голосовании, проголосовали. Нет, 40%. И нужно было делать это раньше – 22%. На этом у нас все. Передаем финальное слово с выпуском новостей Али Есиной. Увидимся, как всегда, завтра в 15.00. Хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова